В Сосновом лесу сказочной красоты и события происходят вполне сказочные. В особо охраняемой зоне для застройки непригодные появились два коттеджа. В мае 2013 сюда приехали строители и заложили фундамент. Жители во главе с юристом Сергеем Касьяновым взбунтовались и начались судебные тяжбы. Сергей показывает документы, по которым четко видно, это природная зона под особой охраной, здесь не может быть стройки. Администрация города Иваново в лице первого заместителя в то время Матвеева была кровно заинтересована в том, чтобы эти участки были получены застройщиками и проданы. Потом с аукциона. Зло должно быть наказано, но его ведь очень долго наказывать. Можно жизни не хватить. В суде представители администрации представили бумаги о том, что депутаты Гордума приняли решение границы зеленого уголка откорректировать. Зону в генплане поменяли на пригодную для застройки. Изменения должны были утверждать на собрании собственников, которого не было. Судья отказал в приостановлении строительства, и пока шли тяжбы, дома приобрели законченный вид. Их выставили на продажу. Даже цену на сайте указали – 13 миллионов рублей за дом. Вот эта история, она не столько об охране природы, сколько о коррупции. В 2009 году, когда принимали тот генеральный план, о котором идет речь, совершенно очевидно, что он принимался под определенный интерес. Под определенную группу людей. Сейчас, когда эта группа людей ушла из нашей области, наверное, будут пересматривать эти планы, генеральный план. Может быть, будут даже где-то что-то менять, хотя последние изменения в генеральном плане были все равно не на пользу жителям. Восемь судебных заседаний Сергей Касьянов выиграл. В суде 23 июня впервые принято постановление об отмене решения депутатов Гордумы. Получается, что коттеджи стоят здесь незаконно. Нужно снести и восстановить, рекультивировать почву, восстановить вред природе, который был нанесен. Они же нанесли, они сняли плодородный слой. Ведь это же очень, между прочим, это очень серьезно для природы. Ведь это и происходит восстановление паводковых вод, всякие букарашки, карашки. Все это происходит на земле, а там дальше идет, от этого идет сейчас, произрастают новые деревья. Юрист с 40-летним стажем видит здесь мошенническую схему из целого ряда нарушений. Сейчас на месте работает следственная группа и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Речь уже идет не о халатности, а о мошенничестве. Ожидает Сергей Касьянов и специалисты из антимонопольной службы. Были нарушены правила проведения аукциона. Должен быть соблюден определенный порядок присутствия на аукционе нескольких желающих граждан. Но здесь у нас мы видим, что здесь в администрации сделано все, чтобы желающих принять участие в аукционе было как можно меньше. Это соответственно нарушение вот этого законодательства, связанного с монопольной службой. Суды продолжаются. Ответчик подал апелляцию. О сносе говорить пока не приходится, но строить в зеленой зоне точно не будут. Если интересанты, то есть те люди, которые оплачивали все эти услуги, скажем так, не сядут, потому что их не найдут, то люди, которые непосредственно занимались мошенническими действиями, ну как предполагает следствие, должны сесть. Фамилии их названы, и вот следователи называют три фамилии, да, Матвеев, Селезневый и Небараков. Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Анны Селезнева должность покинула и буквально вчера забрала трудовую. Наш герой уверен, это не помешает ей понести ответственность за свои решения, если они противозаконны.